всем утро доброе я начинаю свой влог из машины у нас прям утро я сейчас сашулю отвезла на английский у нее поменялось время потому что у нас сегодня идет на мероприятие с танцами знаете так оно вроде бы связано и с новогодними праздниками и плюс еще с тем что они получили звание образцового коллектива вот но так как очень тяжело дается совмещать все сейчас и активная подготовка к за но потому что она выпускница у нас да вот поэтому она думает что вот она сейчас сходит на мероприятие возможно мы еще съездим на конкурс на один по танцам и наверное будем прекращать пока что во всяком случае ходить на танцы ну что значит пока что да потом все равно я думаю что она поедет куда-то учиться и там уже будет искать другие форматы танцева либо чего-то другого ну куда творчество свое направлять а сейчас я приехала жду ученицу у которой я преподаю но она вообще с машиного класса я ее должна отвести на областной конкурс она городском конкурсе заняла первое место это так приятно это так приятно вот и сегодня областной конкурс очень переживательно прям до невозможности знаете как будто ты сам идешь и будешь отвечать на все писать все вот ну я надеюсь знаете я стараюсь настраивать детей так что мы не идем соревноваться мы идем просто получать удовольствие от того что мы умеем что мы знаем и максимально как говорится делиться с народом со своими умениями своим творчеством да то есть от души а там как получится то есть если она есть то она есть его не спрячешь как говорится не пропьешь да вот так что у меня еще сегодня полдня будет в разъездах сейчас я отвезу девчонку потом заберу сашулю потом заберу девчонку потом отвезу машу вообще полдня просто вот так вот в машине кстати я думаю вы заметили да что голос мой опять под испортился сейчас хочу прям сяду и нужно заказать витамины таблетки не знаю как это назвать ну скорее всего таблетки да потому что у меня вот эти чудесные которые мне очень хорошо помогали закончились и вот здесь осталась только одна это деква долда он в принципе выручает но он сейчас у меня работает так периодично знаете на какое-то время вроде ничего вообще забыла что какие-то проблемы с горлом а потом вот так вот среди недели или в конец недели не знаю то ли силы заканчиваются то ли вот этот ресурс и начинает опять прям резко начинает болеть горло и невыносимо прям вообще невыносимо мне горло болит болит голова болит все ты не можешь ни о чем думать потому что у тебя болит горло и я вот думаю сейчас нужно сесть сразу на таблетки и закажу и как раз пока буду сегодня в разъездах заеду заберу вот так что полоскать вот нет возможности вот когда его так тебя нет дома поэтому буду выручаться хотя бы вот такими пососать вот так что сейчас закажу и как раз дождусь девчонку и меня в такие моменты прям согревает мой чай с утра приготовленный прям термокружка это действительно находка находка потому что такое время когда знаете вот и у нас снега нет у нас мороза нет но не понятная погода и на осень это не похоже конечно неприятно когда дождь и мокрая это вообще ужас но когда сухо в принципе нормально вот но так как утро это не мой период вообще жизни и потому что я очень тяжело с утра вообще прям очень трудно включиться в процесс то это вот просто номер один без этого никак но кто-то без кофе а кто-то без чая так что я так вообще кайфу от своего вот этого пальто я не знаю пуховика как это назвать но там пуха принц по моему нет это не там наполнительный пух вот но знаете такое ощущение как будто ты одеялком укрылся таким легким но при этом очень-очень теплым вообще такая нежнятина честно вот прям я балдею я если честно очень сомневалась когда покупала первых цвет такой не совсем мой формат у меня либо черный либо серый либо какой-нибудь графитовый ну ладно на синий да еще у меня есть синие темные такие курточки но чтобы вот так вот бежевый но вы знаете я действительно кайфую когда одеваю мне кажется знаете я укутываюсь в мамины руки и это так приятно это так невесомо легко но при этом так тепло класс так что ладно буду заказывать таблетки и отвезу как раз девчонку как раз горяченького моему горлу очень-очень не хватает девчонки промоталась проездила практически полдня ну как говорится работа ждет меня в любом случае и сейчас достала все маечки димаса мы у нас стараемся конечно же каждый день меняем вот но есть вот такие вот пятна не знаю видно вам или нет они именно вот от чая если спасать сразу то вообще все идеально но не всегда получается сразу снять и застирать вот поэтому хочу сейчас все пятна выводителем это засыпать залить кипятком вот потому что на эти как в сказке по усам текло в рот не попадало у нас наоборот все что выпадало изо рта текло как раз на майке а хочу вам сказать что чай очень такой знаете плохо выстируется вот но я думаю видно может не видно вот такие вот темные пятнышки вот и это для нижнего белья очень очень не классно так что сейчас я эти моменты застираю и потом засыплю пятна выводителем и залью кипятком как раз чайник уже поставила буду добавлять вот такой пятна выводитель здесь у меня и ваниш и парус все вместе смешиваю и у меня знаете такое зелье для стирки получается вот так вот и так же хочу еще сюда добавить у меня в остатках есть еще вот такой пятна выводитель от ушастого няни уже знаете так застоявшийся поэтому думаю будет неплохо его использовать в этих методах и иногда его тоже добавляю во время стирки но часто забываю сперва немножко добавлю кипят . но так чтобы средство растворилась хорошенечко и только потом буду добавлять туда маечки прям вот так застиранные ну как вы понимаете там кипяток но еще чуть-чуть добавлю чтоб не сильно много было воды все таки вот пятнышки даже видно вот проявляются немножечко темные такие все вот так вот щеточкой взяла утопила все маечки чтобы они покрывались этим средством такая пена хорошая получилась при вообще все теперь она постоит я думаю минут 15 может быть даже 30 и тогда я отправлю все со светлой стиркой как раз машинку все постирается и я надеюсь что все будет очень супер чистым все этот уже намесила наколбасила здесь у нас курочка я добавила знаки такую приправу для гриля откатание ну я думаю что курица это точно не повредит конечно это лучше для свинины для говядины для такого более серьезного мяса но добавила сюда чесночок добавила сюда тоже чесночок все это сметанкой подружила можно еще добавить кстати горчицу но не буду так как демас будет кушать поперчила посолила и сейчас все буду это дружить вместе и отправлять на большой противень тут у нас автопарк самый главный помощник конечно же учится сразу готовить вместе с мамой вот так что сейчас это все беру большой противень потому что до картошки немало ну у нас семья большая съедается все на раз два три и теперь все это отправляем в духовку минут на 35 ну дальше смотрите конечно по своей духовке и по картошке потому что картофель бывает тоже разный некоторые готовится очень долго так что отправляем и будем вкусно кушать потом все достала все маечки все хорошо отстирала я все посмотрела ничего уже руками достировать не нужно даже мыло вот еще не сильно разъелась но все хорошо и я сейчас сюда добавлю кипятка и замочу вот этот свой коврик потому что карандаши для бровей вот что творят да да как сашина косметичка подживает ванной практически регулярно вот поэтому вот так это все неаккуратно выглядит поэтому сейчас замочу и потом тоже уже отправлю всю машинку стирать а пока я развешиваю уже постиранное белье хочу поблагодарить всех девчонок которые задавали мне вопросы под видео с макияжем спасибо вам большой я отвечу конечно же на все вопросы только не в одном видео потому что краткость это не мой талант но сейчас я хочу ответить на вопрос алисе которая спросила почему я выбрала профессию учителя и кем я мечтала стать в детстве именно в детстве я мечтала быть учителем и с младшей сестрой мы очень часто играли в учителя в школу учителем конечно же была я она сидела на табуреточке за стулом даже не за столом знаете такие мини парты у нас были я и рассказывала что нужно писать что нужно читать одним словом очень любила я командовать и сейчас тоже очень люблю но может быть не совсем командовать но руководить это точно моем но вообще мне нравится работать с детками мне нравится получать от них энергию вот этой настоящей жизни и как мне кажется я довольно коммуникабельный человек и с ними у меня тоже получается неплохо работать а тем временем приготовилась и зарумянилась уже картошечка с курочкой в духовке получилось очень очень вкусно ну что вот такая вот у нас картошечка с курочкой получилась курочка конечно подужалась немножко но уж такое но мясо вот кстати это у меня филе бедра филе агамилки я прям перестала брать вообще потому что там очень много жилок знаете нужно очень долго обрезать вырезать и это такая морока вот а филе бедра очень даже хорошо но не очень сухое но при этом тоже полезная потому что курочка вот такой себе пп обед ну кто захочет у нас покушает борща но я сомневаюсь что кто-то откажется от такой картошечки тем более еще и кукурузки я решила добавить вот так что знаете такой кладезь белка вот аромат на всю квартиру стоит так что сейчас все сбегутся будем кушать но мы решили не заморачиваться но зеленушечки конечно же добавить решили не делать салат а вот так вот прям свежего огурчика добавили и не солим да мы все натурально вот так что мы теперь уже все полноценно получилось петерблякин дима да не дашь маме почитать да не дашь маме не дашь почитать вот как так с этим ребенком подбородок он сбил забирала сосула его садика прям сбил подбородок вообще без подбородка бегала за молоком и за хлебушком ничего лишнего не покупала друзья подружки да скажи сонька тут как тут все время возле него трется ластится к нему все время и девчонки вообще о чем девчонки мне писали когда я делала макияж да о том что это год водяного голубого тигра вообще я полезла почитать что там пишут что одевать что с чем и зачем и вообще просто так интересно написано мне так нравится знаете такое ощущение как будто про меня и я надеюсь что знаете следующий год будет вот ровно таким как здесь написано в лучших форматах я конечно небольшой фанат гороскопов но иногда так здорово написано вот знаете прям хочется верить хочется чтобы все так и было так и сбывалось я прям зачиталась знаете так ну пойдем готовить ужин девчонки говорят давай делаем шаурму поэтому сейчас пойдем что-то мастерить да да мальчишки еще рука вот тут подбито вообще ну настоящий мужчина да настоящий маленький пацанчик что это за черная мигера что за черная мигера спит клубочек свернулась да и пока я мастерю на кухне самую вкусную полезную шаурму в нашем формате попробую ответить еще на один вопрос который задала мне наташа он звучал так с какого возраста ты начала наносить макияж но если говорить о сознательном уже нанесении макияжа то я думаю это где-то 9 класс когда были небольшие возрастные проблемы с кожей и конечно же хотелось это немножечко замаскировать я вспоминаю тональный крем балет и также я подводила подрисовывала ли как это еще можно назвать брови мама еще с меня смеялась и говорила может быть проще написать брови чтобы все читали и понимали что они у тебя там есть но если говорить о самом первом знакомстве с косметикой то это было где-то в младшей школе мы с сестрой ходили в спортивный лагерь знаете такого дневного формата и после ухода родителей на работу мы навели красоту накрасили ресницы отправились в лагерь самыми красивыми девчонками но в этот день нас водили на речку и мы купались а как вы понимаете детвора не очень аккуратно купается и имею ввиду да и ныряли и купались и когда мама нас уже забирала у нас глаза были просто черные потому что тушь вся потекла это было такое знаете разоблачение красавицы мы часто вспоминаем эту историю ну а вообще хочу сказать что я училась в таком учебном заведении где очень было все строго и нам нельзя было наносить макияж нам нельзя было иметь крашеные волосы крашеные ногти то есть это все было очень очень строго и с тех пор мне привилась вот это понимание максимально натурального природного да и ничего яркого и броского ну а здесь я показываю какая же у нас получилась шаурма да это такой домашний формат кто-то ест с морковкой по-корейски кто-то нет одним словом пыталась угодить всем но получилось очень вкусно и на этой вкусной ноте я сегодня буду с вами прощаться огромное спасибо что вы провели это время со мной если у вас есть вопросы конечно же их задавайте я с удовольствием буду на них отвечать но мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео всем пока пока